МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадо, компания Гомель, студии Маргариты Шибукова. Добрые ранницы. Ровно 30 годов тому отбылась авария на Шарнобильской ОС. По традиции президент краины Александр Лукашенко в эти Красавицкие дни наведывая потерпелые регионы. Сегодня, керавник державы, здесь нет рабочую поездку по Гомельской области. Говорка подзе про дальнейшее развитие и реабилитацию потерпелых территорий, меры по повышению якости жития мясового насильства. Усе подробности глядите в наших наступных выпусках. А зараз узгадаем одну из самых трагичных сторонок нашей истории. У вынеку выбуху на четвертом реакторе ЧАЭС радиоактивное забрудживание закрануло значную частку территории нашей краины. Як подлечить поздней на хэтых землях оказались 340 промысловых предприемств, дейность большинства из яких была спынена одночасово зацелением Жахару. Шкода, якую нашей краине нанесла Чарнобыльская катастрофа, оценена у 235 миллиардов долларов. Гэтую сумму можно поравнять с годовым бюджетом Беларуси, помноженным на 32. 82% связано от этого ущерба, связано с затратами на преодоление последствий катастрофы. Где-то процентов более 10 связано с ликвидацией производств на этих территориях, связано с отчуждением природных ресурсов, в том числе сельскохозяйственных земель, которые выводились. Ну и процентов 5-6 это связано с упущенными выгодами. Колькость версий того, что докладно отбылось у ночь 26-го красавика на Чарнобыльской атомной станции «Шмат», все не их наличивается больше за 100. Але на Вукова обґрунтованных только две. Парушение правил эксплуатации уходе электротехничных выпробований и конструктивные недохубы, допущенные при узвядении 4-го энергоблока. Але чтоб не з'явилось опрычены аварии, наступства оказались саправды катастрофичными. Первые задачи – это эвакуация, отселение граждан, обеспечение производством нормативно чистой продукции на загрязненной территории. Это первоочередные задачи нами были выполнены. И в настоящее время поддерживается тот уровень, который в республике, в общем-то, достигли мы. Сегодня простры десяти годы после самой масштабной ухистории человечества технологичной катастрофы наша краина может с полным правом гонориться тем, что в непростых обставинах ее не только удалось справиться с наступствами Чарнобыльской аварии, але и на быть бесценной, хоть и вельми высоко оплачены в опыт. Ирина Вишневская, Юлия Хорошина, Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, Телерадо, компания «Гомель». У память об шарнобыльской трагедии по всей области пройдусь тематичные мероприемства. В областном центре запланованы митинг-реквием и жалобная панихида по загинувшей героям Шарнобыля. Митинг-реквием отбудется и в городском поселке Брагин. А кроме того, там закладут памятную аллею. У Ельску отбудется масштабный галоконцерт творчого марафона «Адраджэння». Его главная мета – демонстрация позитивных измен, які отбылись у житей шарнобыльских районов за минулые 30 годы. Протягиваем выпуск. У «Гомеля» отбылся региональный финал конкурсу предприимальницких идей. Семь инновационных проектов отримали право на презентацию и подтверждение уласной бизнес-программы для выхода на республиканский этап. За открытым оберкованием сочили наши корреспонденты. Сучасная экономика в виде активный пошук накерованы на выражение актуальных проблем. Недостатковая предприимальницкая дукованность насельництва – вектор, який найбольшь в остров от рабоя оперативных решениях. С гэтой нагодой под кераунництвом ведучей бизнес-школы Беларуси и был организованный конкурс предприимальницких идей. У межах областного финалу молодые перспективные лидеры представили на обмерковании экспертов свои проекты. Пять лепших идей отримали право на презентацию и подтверждение уласной бизнес-программы для выхода у республиканский финал. Предпринимательство развивается в Гомеле довольно-таки неплохо. У нас достаточно много среднего бизнеса, малого бизнеса. Есть сообщества, которые целенаправленно развиваются лучше, чем в других регионах. Общественное объединение единства – это один из примеров на всю республику для развития сообщества, бизнеса, когда люди помогают друг другу и действительно бизнесмены связаны между собой. Два лепшие проекты будут представлены у Минску. До такой конкуренции представники регионального этапа подрихтовались. Наявность распроцованных бизнес-планов, маркетинговой стратегии, бюджету проектов, далеко не полный пакет документов, презентованный каждым финалистам. Инновационность, уникальность, а так само докладность про описание рынка для реализации продукту типа слухи, ключевые ориентиры, компетентного журы подчас выбору переможцов. Тем больше, что в дальнейшем для отримания инвестиций важно не поблытать уласное бачене с объективной рентабельностью проекта. Я представляю детский развивающий центр «Вишенка». Суть проекта состоит в том, что детям от года до 6 лет, их родителям и семьям, готовящихся стать родителям, предлагаются образовательные услуги. В спектр образовательных услуг будет входить обучение детей на час, если матерям необходимо отлучиться в парикмахерскую, в магазин. Этот проект бажится как альтернатива звычайному детячему саду. Первая, по слову худельницы, у психологично-педагогичной потребности батьков. На всех наших этапах конкурса были привлечены бизнесмены Гомельщины, у которых есть свой довольно-таки крупный бизнес, мелкий бизнес, которые являются специалистами в различных сферах. И для наших конкурсантов это было очень большим подспорьем для того, чтобы понять, в каком направлении они движутся и куда развиваться дальше. По словах самих организаторов, миссия конкурса – у развития продпрымальницкого сяродя с широкой доступностью на территории всей Беларуси. Для этого и створается механизм трансформации инновационных идей у практично действия. Если у человека внутренняя харизма, сможет ли он убедить нас, а потом сможет ли он убедить инвесторов? Вот здесь мы будем поправлять, делать замечания, пытаться помочь человеку найти вот эту свою внутреннюю харизму и доказать всем, что в него можно вкладывать деньги. Профессийная журы высоко оценила две продпрымальницкие идеи. Проект по заспячению телефонной и урочебной консультации «Доктор на совязи» и интернет-пляцоку «Портал Рамон Просто». Узнагороджение переможца у великого финала отбудется уже в мае. Усим удельникам выдадут сертификаты, а легаловный приз – 99% изнижка на научание у якости слухача программы «Профессийный менеджер» от ведущей бизнес-школы краины чекает только одного продпрымальника. Юлия Борисовец, Валерий Гопанько, телерадиокампания «Гомель». Черговый оптовый кермаш для продпрымальников напереда Дніпрошу у открытым акционерным товаристве «Деялог Гомель». Селитый он стал уже шатвертым и собрал представников малого и среднего бизнеса з усе в области. Мероприемство, как за все, да было тематичным, и на этот раз на им презентовали товары легкой промысловости летнего ассортименту. «Деялог Гомель» – один из первых операторов в нашей краине, який после принятия указа об регулировании продпрымальницкой деятельности, занял в беларусской экономике дылерскую нишу. С початку года тут заключили свыше 50 договоров на поставку товаров для продпрымальников нашего региона. Огульная сумма перевысила 660 миллионов рублей. На пеших кермашах, який отбылся улютым, демонстровали обуток, скуранные выробы и зимовую вопротку. Зараз летнее оденье от 14 вытворцев. Особливый акцент на индивидуальность. Якосная замежная тканина, аутерские модели, а так само эксклюзивная вопротка. Стыльная и изрушенная для людей, який носит великие размеры оденья. Дарыши заключить договор и забрать коллекции можно одразу после закончения кермашу. Мы первый раз участвуем в этой выставке. Нам очень понравилось. Мы благодарны диалогу Гомелю за то, что нас пригласили на эту выставку, то, что мы смогли представить свою продукцию. Надеемся на сотрудничество. Мы на рынке не так давно, всего четвертый год, и поэтому только начинаем. И для нас вот такие мероприятия очень важны, чтобы заявить о себе, чтобы показать, чтобы люди о нас узнали. У Гомеля отбылась урожистая церемония ушинования адоранной молоди «Зорное юнацтва». Статуэтки отримали 28 переможцев и лауреатов по 14 номинациях. А кроме того, 11 человек отримали премии Гомельского городского выконавшего комитета по поддержке талиновитой молоди по выниках 2015 года. С юными талентами сустраился Яугин Пабалавец. Яугин Пабалавец. Я планирую свою жизнь связаться с музыкой. Надеюсь, что у меня это получится. А кроме ребят, которые занимаются творчей деятельностью, шановали те, кто пройвел себе у прикладных навоках. На импоразованной плясовце проставили некольки таких проектов. От энергосбирагального дома, робота до мобильного приложения в улице героев. Размовы, где про улицы Гомеля, названы у гонор-героев Великой Ачинной войны. Очень радует, что наши молодые люди, они увлекаются различными направлениями, и я вижу, что действительно не просто какие-то там детские игрушки, а серьезные проработки. И, наверное, в будущем это может и пригодиться, и в практическом применении в нашей жизни. Заповедные статуэтки «Зорная юнаста-2015» отрымали 28 переможцев и лауреатов по 14 номинациях. Спорт, громадская деятельность, молодежные инициативы, информационные технологии и иншие. Евген Паблавец, Игорь Марышенко, телер радиокомпания «Гомель». У Гомеля установили белорусский рекорд массового выконания самого ведомого хита группы «Битлз». Мелодию песни «Естыда» и «Аднашасова» грали 153 музыканты из Беларуси, России, Украины, Польши и Вьетнама. Узельники отрымали ноты, каля месяца тому, а с уместных репетиций под кераунистом гомельского музыканта «Игора Шовшина» было усяго три. Узрост у зельников рекордного выступления – аж 6 до 70 годов. Рекорд установлены у рамках фестивалю конкурсу «Ренессанс гитары». У делу им примали як профессионалы, так и аматоры. А кроме от традиционных номинаций, таких, как классичная электро- и бас-гитара, все лето заявились новые для композиторов, музыкальных гуртков, а так само выканавцев на стародавних инструментах. В Беларуси это, наверное, самый главный конкурс гитарный. Значимость большая. Это, собственно, представлено по количеству этих участников. Их, я думаю, около 200. В этом году это явный шаг вперед. У Мазары открылся первый в Беларуси музей воды. У экспозиции бэдаю все самое важное, а в гэтым каштонным для человека ресурсе. Наш корреспондент Олег Сентюроу докладна ведая, до шагу можа привести неправильное ставлення до воды. По коль в ученые спричаются, заявляется человек зямной истоты. Цего соправданная родимая неде у космосе один факт обвергнуть немогчима. Организм дорослого человека, як минимум на 60% складается с воды. У новонародженого гэты пакачек ясче бочь 90%. Зараз у Беларуси наличвается больших 20 тысяч рек из выше 10 тысяч озеров. Самого старожитого пачатку народжения беларусской державности гэты водоемы мели великое значение. Тое ж Мазарское пасель, что, например, было узведено у мясовости, насыченной водой. Тут и жить было больш легко, и ворогу пройти не просто. У музея воды, який створен при Козинском эколого-культурном центре, гэты факт подкресливаются особливо. Тут у вугули можно убачить жмат чагу цікавого. Навод экскурсоводы не утойвать. До открытия музея яны стойки об воде и яе в Кырстане не ведали. Изучила водный мир, можно так сказать, в Мозыре, Мозырского района, родники, полезные ископаемые, минералы, минеральные воды, историю водоснабжения города Мозыря. На боковые доследования свечать. Вода мая память и издольная передавать информацию. Розные слова, якие може пачуть вода, могут кардинально повплавать на яе склад. У тэм сэнсі, што дрэнные слова робіць ваду, калі нецаправдным ядам, то амаль непрыгодны для ўжывання. Чаго, да речі, можна зробіць вывад, наші дрэнные думкі і вырзы, зароуя нам жа самім як мінімум не дадаюць. Калі глядзіць ў бошь масштабным плані, запасы пятной воды на планіці катастрофічны змінчаюцца. По нікатарых прагнозах, гаду украс-пятнадцать, гея продаж можа стаць навыць бошь выгадным, чым гандальнафтай. По гэтай прачіні, до речі, ваду ўжы сё не называюць вадкім золотам. То тэцца Беларусі, то падземная запаса вады тут дакладна невядомае до гэтага часу, але па нікатарых ацэнках, падземлёю знаходзіцца цэлая пресная мора. Аднак гэта злужа пакуль токі теорія. Это наше богатство, которое мы должны цініць, которое мы должны береч, о котором мы должны рассказываць і формираць у людзей культурі бережного атнашэня к этим цэнностям. Центральне місце ў музея вады займае дух мазырчаны, сяды стары скруплі вады, як символ мудроці і беражливого ставліня до природы. Олег Сентяров, Євген Макеенка, телерадио-кампания «Гомель», Мазырский район. І на гэтам пакулю сёзда развіцём падзей, сошыці па наших выпусках. А я з вами развіцваюся. До повашання. Дякую за перегляд!